Рейзер не прекращает серию камбэков. Дезадор, Крейт, Мамба и вот теперь Даймонд Бэк из Бэк. Версия 2015 года почти не изменилась. Есть в этой форме что-то змеиное, но это и не удивительно, потому что Даймонд Бэк это гремучая змея. Сразу возникает вопрос, удобно ли играть с такой формой, потому что она не похожа на все остальные мыши. Первый час непривычно, потому что мышка довольно узкая, ну а потом рука привыкает и никаких проблем. Сама мышь симметричная, подходит как для правшей, так и для левшей. Она достаточно легкая, а для того, чтобы ее было удобнее подымать, снизу есть специальные выемки с резиночками. Остальная часть из шершавого матового пластика, который дает хорошее сцепление с ладонью и не пачкается. Подсветка сразу бросается в глаза и глупо отрицать, что с ней мышка выглядит очень эффектно. Светится колесико, логотип и полоса по контуру. Эффектов очень много, цвета вы можете выбирать любые, какие хотите, но как по мне лучше вот такого вот дефолтного, когда все переливается разными цветами, еще никто не придумал. Переходим к кнопкам. Основные немножечко люфтят за счет того, что отделены от корпуса. У них легкий и четкий клик, нажимаются они небольшим усилием и мне это нравится. Какие здесь микрики я так и не выяснил, однако и в предыдущей версии тоже непонятно какие стояли. Боковые кнопки тяжеловато нащупываются, ход короткий, но четкий. В принципе, если привыкнуть, то можно нормально играть, потому что у меня, например, на эти кнопки в кс стоит микрофон и в доте пару действий и вот когда я уже привык, то в принципе стало нормально. А вот колесико это, конечно, провал, потому что оно болтается и издает какие-то ужасные звуки. Сенсор такой же, как в Razer Mamba 2015 Philips Twin Eye. Z-Access Bug присутствует, однако мне это совсем не мешало хорошо играть. Матчмейкинг или паблик я без проблем делал свои минусы и при этом крутился в разные стороны, а с моей сенсой, чтобы крутиться, надо постоянно поднимать мышь. Срывов не было ни на цветных, ни на черных поверхностях. В этой мыши, как и в Mamba, шаг изменения DPI в 50. Только в Mamba это не работало, а здесь все хорошо. Возможно, уже и в Mamba починили. Максимальное значение DPI 16000. Провод тонкий, в оплетке и с эффектом памяти. Распрямляется он совсем не хорошо и кому-то это может не понравиться. А вот что мне понравилось, так это неплохая защита от перегибов. Ножек 3, они достаточно толстые и вот так выглядят после месяца использования. Плюс хорошо скользят. Софт Razer Synapse 2.0. Здесь все как всегда. Настройка кнопок, DPI, подсветки, калибровка сенсора под поверхность и запись макросов. Все ваши настройки сохраняются в облаке, но и сама мышь имеет память, так что один раз настроил и все окей. Напоследок хочется сказать, что мышь, конечно, не дешевая, однако те, кто помнит старые версии, те, кто любит такую форму, непременно оценят новый Diamondback. Потому что все, что мне не нравится в этой мыши, это цена и колесико. Но с сенсором у меня проблем не было. На этом все. С вами был интернет-магазин FUA. Меня зовут Макс. Подписывайтесь на наш канал на ютубе. Джиджи.